Новая модель Alfa Romeo? Кажется, такие новости выходят раз в десятилетие. Поэтому давайте добавим событию контекста. Заслуженная марка продаёт две модели — седан Giulia образца 2016 года и вышедший годом позже кроссовер Stelvio. Однако, несмотря на приличную техническую начинку, продажи идут вяло. В прошлом году вся европейская статистика Альфы оказалась вдвое хуже, чем у другой полуживой марки — Lianchi, которая и вовсе заперта на внутреннем итальянском рынке с единственной моделью Ypsilon. Компактный кроссовер. Альфе был нужен как воздух, и три года назад в Женеве мы увидели тоналия в статусе концепта. Дизайн тогда был уже утверждён, как и техническая основа. Платформа Small White, тогда ещё корпорации FCA. На ней уже давно построены модели Jeep Compass и Renegade. Серийный тоналий был готов ещё в прошлом году, но руководство концерна отправило модель на доработку. По слухам, боссов Stellantis не устроило производительность силовых установок. С них и стоит начать. Ведь у новой Альфы разнообразная по нынешним меркам линейка. Причём основные агрегаты для Европы — сплошь гибриды на переднем приводе. Полуторалитровый бензиновый турбомотор работает по экономичному циклу Миллера. Помогает ему семиступенчатый преселективный робот. Последний встроен 15-киловаттный электромотор. И на чистой электротяге тоналий может не только стартовать, но и маневрировать на парковке. Полноприводная версия Q4 — это подключаемый к розетке гибрид. Забавно, что самая мощная в линейке версия оснащена самым маленьким двигателем 1.3. Задние колеса крутит исключительно электромотор. Но совокупная отдача установки хороша — без четверти 300 сил. С места до сотни такая альфа доберётся за 6 секунд с небольшим. В практическом смысле важнее, что в городском цикле тоналий Q4 проедет на электричестве до 80 км. При том, что тяговая батарея тут небольшая — всего 15,5 киловатт-часов. К тому же итальянцы сэкономили на заряднике — бортовое устройство мощностью всего 7,5 киловатт будет пополнять батарейку более двух с половиной часов. Для некоторых рынков, чтобы не привлекать внимание экологов, заявлены и обычные негибридные версии. Кому-то достанется дизель 1.6 с шестиступенчатым роботом и передним приводом, а отдельно для США и Ближнего Востока сделают двухлитровую версию с полным приводом и классическим девятиступенчатым автоматом. Такие пригодились бы и в России. Но это мечты — европейские продажи тоналий стартуют летом, в 2023 году модель приедет в США, а, следовательно, рассматривать возвращение Альфы в Россию, Сталантис даже теоретически будет не раньше, чем через два года.